Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. Об студии Руслан Жубкаев. Смотрите сегодня в выпуске. 19 новых центров «Точка роста» откроются в Карачаево-Черкесии в этом году. Современные технологии, гуманитарные и точные науки освоят школьники. Папа, мама, я. ПДД соблюдает вся семья. В республике проходят профилактические мероприятия. Внимание, дети! «Свет Христов» под таким названием в Черкесске прошли концерты Международного фестиваля духовной музыки. Юные боксеры из регионов СКФО встретились на турнире по боксу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дружба». Определены лучшие педагоги среднего профессионального образования Карачаева-Черкесии. В республике завершился региональный этап всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Лауреатов поздравил глава Рашид Тимрезов. За звание лучшего из лучших в течение двух месяцев боролись 13 педагогов республики. Победителями конкурса стали Давлет Мамхягов, Северокавказская государственная академия, Марина Эдиева, колледж индустрии питания, туризма и сервиса, и Беслан Карасов, аграрно-технологический колледж. Педагоги продемонстрировали не только высокий профессионализм и мастерство, но и самое важное в работе любого учителя и наставника. Любовь, преданность и полную отдачу своему делу. До конца этого года в 19 новых центрах планируют увеличить сеть образовательных площадок «Точка роста». Как подчеркивает президент нашей страны Владимир Путин, современное качественное образование должно быть доступно каждому ребенку, независимо от места его проживания. И в Карачаево-Черкесии мы следуем этой цели, ежегодно открывая новые площадки для самореализации школьников, их самовыражения не только в образовательных учреждениях городов, но и в сельской местности. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Современная школа нацпроекта образования» в Карачаево-Черкесии функционирует 131 центр образования, в которых школьники осваивают современные технологии и углубленно изучают гуманитарные и точные науки. Кроме того, мы внедряем цифровые технологии в учебный процесс. Так, в текущем году 15 общеобразовательных организаций будут оснащены современным оборудованием – ноутбуками, интерактивными досками, камерами, принтерами и другой современной цифровой техникой. Скутер «Детям не игрушка» в Прикубанском районе прошла профилактическая акция «Папа, мама, я. ПДД соблюдает вся семья». Сотрудниками госавтоинспекции о том, как прошло и как нужно рассказывать и показывать детям, как переходить дорогу, расскажет Майя Хамдохова. Учение свет, а не учение опасны для жизни. В профилактической акции «Папа, мама, я. ПДД соблюдает вся семья» присутствовали родители, дети и водители. Сотрудники госавтоинспекции наглядно показывали, как правильно соблюдать правила дорожного движения. «Детки хотели бы вам вручить памятки с напоминанием о том, что вам необходимо делать». Безопасность детей зависит не только от родителей и водителей, но и от самих детей. И поэтому очень важно показывать им пример, который послужит им уроком для сохранения собственной жизни. «Сейчас есть много транспортных средств, как самокаты, так и велики. И детям обязательно нужно говорить, как ездить и с какой скоростью нужно ездить». Ведь любознательность детей сопровождается не словами, а действиями. «Еще выкрасили дорогу». «А что там было написано?» «Соблюдай безопасность дорожного движения». «Молодцы. А вы сами соблюдаете правила?» «Да». Совместное участие родителей и детей в подобных мероприятиях придает сплоченность и взаимодействие друг с другом. Ведь безопасность несовершеннолетних начинается с их собственных чувств значимости для родителей. Главная цель данной акции – не только раздавать памятки с указаниями правил дорожного движения, но и соблюдать их в обязательном порядке, чтобы чрезмерное использование гаджетов, самокатов и велосипедов не стали причиной ДТП на дорогах с участием детей. «Решили провести акцию вместе с родителями, которая называется «Папа, мама, я. ПТД соблюдает вся семья». Мы с ребятами подготовили памятки определенного рода, где указана информация для родителей. Тем более сейчас начинаются летние школьные каникулы, все дети идут отдыхать. И хотелось бы всех родителей призвать, чтобы они, благодаря даже этим памяткам, сделали для себя какие-то определенные моменты и доносили информацию о правилах дорожного движения детям. Будьте внимательны, будьте осторожны, прививайте детям правила дорожного движения, чтобы ваши дети домой возвращались целыми и невредимыми. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о международном фестивале духовной музыки и о турнире бокса. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, днем в отдельных районах сильный ливень в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 5-10, температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днем 21-26 градусов тепла и местами до плюс 18. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза, ветер западный 5-10, температура ночью 14-16, днем 24-26 градусов тепла и высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. Школа креативных индустрий Карачаева-Черкесии выиграла кинофестиваль с фильмом о музыкальной семье Кирбижевых. Смысл конкурса заключался в подготовке учениками и педагогами школ креативных индустрий кинопроектов, короткометражных фильмов, посвященных году семьи, а также семейным династиям, которые объединяют людей разных поколений в одной семье, посвятивших себя одному делу. Ребята школы креативных индустрий в качестве сюжета выбрали историю семьи Кирбижевых, уже четвертое поколение которых занимается музыкой и творчеством. «Свет Христов» под таким названием в Черкесске прошли концерты Третьего Патриаршего международного фестиваля духовной музыки. Музыкальную программу лучших духовных произведений представил московский синодальный хор под руководством заслуженного артиста России Александра Пузакова, а также церковные хоры Покровской церкви и Никольского собора города Черкеска. Подробности расскажет Али Баташев. Вдохновение, гармония и мастерство. Радость совместного творчества с единомышленниками, возможность исполнять духовные произведения – это лишь необходимые условия для пения в церковном хоре, считает Вячеслав Половянов. Тенор из Ставрополя уже шесть лет является солистом московского синодального хора, который не только регулярно участвует в богослужениях, но и успешно выступает на светских площадках. Для меня это не только творчество, но и приобщение к Богу, приобщение к церкви. И, конечно, основной своей целью, я считаю, продвижение духовного среди молодежи. Цель фестиваля – это общение, обмен самым лучшим, самым прекрасным, что накопило человечество культурой, христианской культурой, и той красотой, которой несет свет Христов, как называется наш фестиваль, который проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив в различных регионах нашего Отечества. Цель проекта – содействие музыкально-просветительской деятельности и творческому потенциалу хоровых коллективов, исполняющих русскую духовную музыку. Хор архиерейского подворья города Черкеска в прошлом году стал лауреатом этого фестиваля, а его реген Наталья Сотникова стала дипломантом в номинации «Лучшее регенское мастерство». «Слава Суисину и Световому Духу, и в дыне, и в пресне, и во веки, и во ваги». Покровская церковь Черкеска была представлена двумя хорами – детским и взрослым. Руководитель двух певческих коллективов Елена Нартова. В концерте прозвучали произведения русских композиторов – Чеснокова, Костальского, Дегтярева, Бортнянского, Чайковского, Рахманинова и других. «Доброе, которое наполняет душу теплом, светом. И когда участвуешь в подобных мероприятиях, тогда ты понимаешь, что жизнь все-таки состоит не только из суеты, но еще иногда хочется заглянуть в свою душу». Ежегодный фестиваль «Свет Христов» проводится с 2021 года. За это время он объединил более 2000 участников из 42 субъектов России, а также других стран – Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Франции. Али Баташев, Али Бастанов, Михаил Каракелян, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Юные боксеры из регионов СКФО и Астраханской области встретились на турнире по боксу. Его проводили в честь 67-й годовщины возрождения карачаевского народа. Спортивное мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сила Дружба». Али Хан Лепшоков расскажет подробнее. Сегодняшняя матчевая встреча по боксу собрала лучших юных боксеров с регионов СКФО и Астраханской области. Важно отметить, что соревнование посвящено 67-й годовщине возвращения карачаевцев на историческую родину. В организации данного турнира активное участие приняли общественное движение глав карачаевских фамильных родов. Нам очень важно, чтобы в среде молодежи пропагандировался спорт и отрадно видит подрастающее поколение, интересуется историей и культурой своего народа, отмечают организаторы. Как представитель общественного движения глав фамильных родов, хочу заявить, что наше движение уделяет очень огромное, большое внимание развитию спорта, поскольку с этим напрямую связано будущее нашего народа, будущее нашей фамилии, наших родов. Проведение таких матчевых встреч стало уже доброй традицией, но в этом году есть небольшие изменения для юных боксеров. Это битва взглядов и выход боксера под звуковое сопровождение с использованием различных световых эффектов. Старший тренер по боксу республики Эльбрус Халкечев отмечает, что эти состязания в первую очередь для юных боксеров являются своеобразным праздником спорта, где они могут продемонстрировать свои навыки и обменяться опытом. Приехали команды из Мушетти, Дагестана, Кабарина-Валкарии, Астраханская область, Чеченская республика и наша республика Карачаево-Черкеска. С каждым годом увеличивается. Вот сейчас Астрахань перевезли пять пацанов, очень хорошие ребята. Тут у нас финалисты России участвуют. Сейчас у нас финальные бои, у нас девять кандидатов в мастера спорта участвуют. Я уже десятый год делаю этот турнир. Спасибо ребятам, которые помогли организовать турнир, поставили пояса, у нас призы хорошие. Четко выверенные удары и непоколебимую волю к победе демонстрировали юные боксеры. Тренеры с особым энтузиазмом болели за своих воспитанников. Эти соревнования позволяют повысить свой профессиональный опыт и, конечно же, завести новых друзей, уверяют спортсмены. Это очень хороший турнир, я думаю, надо почаще проводить такие турниры. Это очень хороший опыт для таких боксеров, как я, для поколения младших даже и постарших поколений. Это все равно опыт для каждого поколения. Поэтому это очень хорошие турниры. Соперники потяжелее тоже попадались, но это тоже неплохо было. У него стиль более игривистого боксера такого есть. Было тяжеловато я. Не всегда попадаюсь таким боксером, поэтому тяжеловато было немного. В завершении турнира победители и призеры были отмечены кубками и медалями. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. И это все весь и на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Мелодия для двоих». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин